Прошли ровно сутки с момента, когда мы подавили ягоды и накрыли наше ведро марлечкой, тряпочкой. Посмотрим, что из этого через сутки мы имеем. Так, вот это наше ведро и вот в таком виде наша смесь. Через сутки, обратите внимание, что смесь она как бы из двух частей. Вот здесь это чистый сок, а дальше это так называемая мезга. Почему мезга поднимается наверх? Ну, это все очевидно, потому что образуются пузырики газа, они прилипают к шкуркам, к ягодам, и это все вместе с этим газом поднимается наверх, а сок остается внизу. Обязательно не совершайте ошибку, которую делают очень многие виноделы, когда заливают ведро, бачок почти до краев. Дело в том, что во время брожения вот эта мезга, она расширяется, она поднимается наверх очень сильно, и примерно сверху сосуда надо оставлять, ну, хотя бы одну треть свободную для того, чтобы это все не перелилось, не разлилось, потом вы будете просто упаритесь это все убирать вокруг этой сосудины. На ягодах живут бактерии. Бактерии трех основных видов. Это бактерии уксусные, винные бактерии быстрые и винные бактерии медленные. Когда начинается этот процесс, то сначала начинают родить уксусные бактерии, которые как раз вот здесь, в верхней части, в этой шкурке, на воздухе, при прикосновении с воздухом, начинают очень-очень активно окислять вот все то, что мы здесь имеем. Если мы не будем это трогать, то через какое-то время это все превратится просто в уксус. Уксус тоже вещь достаточно хорошая, но для того, чтобы, так, оса брысять сюда, для того, чтобы этого не случилось, нам теперь надо периодически, желательно два-три раза в день, как бы топить эти уксусные бактерии в соке, чтобы они не могли развиваться. Чтобы в первую очередь развивались винные бактерии. А там сейчас живут, кроме уксусных, еще и винные бактерии. Быстрые винные бактерии – это те, которые довольно быстро и активно бродят и догоняют раствор до 5-6 градусов содержания спирта, после чего они умирают. И дальше в растворе живут только медленные бактерии, которые очень медленно бродят в течение нескольких месяцев. Но в течение нескольких месяцев они догоняют в идеальных условиях примерно до 15-16 градусов. Вот теперь мы смешали это все. Как видите, теперь это уже не слоеное, а вот такое, опять же, общее какое-то пюре, которое опять стоит. И так мы каждый день подходим к этому ведру, снимаем марлечку и мешаем. И проделываем эту процедуру в течение нескольких дней, по 2-3 раза в день, ну примерно так 3-4 дня, до тех пор, когда вы будете отчетливо ощущать запах брашки. Только не надышитесь. Принципиальный вопрос, что все это делать лучше где-то на хуторе, на даче, в каком-то садовом домике. Но ни в коем случае не в квартире, не на лоджи, потому что вы просто заколебетесь потом выводить всякую мошкару, которая на все это слетится. Поэтому найдите возможность делать это где-то поближе природе к даче. Пока! Продолжение следует...